Приветствую вас. Вы знаете, ситуация парадоксальна немного тем, что вы расстаетесь со своей девушкой, вы просто расстаетесь с ней, да, из-за того, что вас что-то не устраивает внешне на психологическом уровне при этом манипулируя ей, манипулируя ей, то есть преследуя цели, а именно проманипулировать ей на изменениях. То есть изначально принять ее такой, какая она есть, вы не смогли. Ну, не можете, не смогли, не хотите, в принципе, неважно. Вот. И вы не писали о том, что вы ее любите. То есть у вас нет такого вот в вашем тексте, прямо, что вы ее любите. Вот. Здесь манипуляция. Понимаете? То есть вы говорите о том, что она не честна с вами, да? Вот. Но при этом, при том, что она с вами не честна, при этом, а вы сами, в общем-то, с ней, ну, честны не до конца. То есть вы как бы, вот не сказали, да, прямо ей, о том, что хотите, чтобы она изменилась, изменилась. Вот. И бросили ее для того, чтобы подтолкнуть к изменениям. Ну, вот. А девушка со своей стороны прекрасно понимает, что она не изменилась, она меняться не собирается, да? То есть она, ну, она не стала другой, она не поменялась. Вот. Она прекрасно понимает, что если она не поменялась, да, вот, и вы с ней расстались, а теперь хотите, значит, опять быть вместе с ней, например, то, вот, как вы сейчас хотите быть с ней вместе, а так вы по-другому можете опять захотеть с ней расстаться. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вы нестабилен. Вы нестабильный партнер, грубо говоря. Понимаете, какая история? Вот. На вас, на вас, как бы, ну, нельзя положить, вот. То есть, тут, вот, это самый важный момент, на самом деле. Я не уверен, значит, насчет того, поняла ли она, почему вы, значит, ну, ушли, да, почему вы с ней расстались, да? То есть я в этом не уверен, не уверен ли я, вот, что она поняла. Но, скорее всего, почувствую у женщин, ну, интуиция разве-то хорошо в этом плане. Если она поняла, значит, это еще один минус в пользу того, чтобы вам доверять. Поэтому, если вы хотите ее вернуть, то в первую очередь вам нужно для себя самого определить, зачем вам она нужна, да? Если вы хотите ее поменять. То есть обычно, 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 обычно это бывает примерно так, что вы боитесь одиночества, либо с девушкой у вас связаны какие-то чувства, то есть, ну, она дает вам возможность почувствовать себя определенным образом, вот. А вам нравится, вот, то, что вы чувствуете с ней, например, да, вот. И вы к этому стремитесь, именно поэтому она вам, соответственно, так нужна. Вот, но это отношения, к сожалению, не здоровы, что это они не свободны, они не, они не принадлеженны и не основаны на безусловном принятии друг друга. Вот, ну, в частности, вот даже девушку, да, вы, по сути, такой, какой она есть, не принимаете до конца. Вот. Это такой момент. Далее, значит, так, встречался с девушкой один год, у нас были проблемы отношения, которые я не решил расстаться, но, скорее, это был способ, потому что, чтобы подтолкнуть ее к изменениям. То есть, это манипуляция, и это, соответственно, не искренне, да, это не выражение своих чувств. У девушки очень сложный характер, она всегда в любой ситуации делала себя жертвой, никогда не считала себя, что в чем-то виновата. Хоть и бывало такое, что и она виновата. Понимаете, какая история, вот, данное проявление, да, то есть, вы, как бы, ну, не удовлетворены тем, что она не признает свою вину. Данное утверждение очень похоже на игру «Суд». То есть, знаете, вот, есть такая психологическая игра «Суд», вот, ну, вы можете посмотреть ее в интернете, она есть там, вот. Значит, я не буду сейчас рассказывать про нее здесь подробно, вот. Скажу только, наверное, то, что нет виноватых людей. То есть, если девочка изначально себя виновата не считала, да, никак, вообще никак, то это, скорее, ваша проблема, что вы хотите, чтобы она признала свою вину. То есть, вам это нужно, для вас этого, вот, понимаете, искать виноватых. То есть, что вам это дает и для чего вам это нужно, это, значит, другая история, да, уже. То есть, это, я так, я так думаю, что это, ну, скорее всего, из детства у вас, вот, то, что, ну, то, что вы ищете виноватых, вот. Хотя, на самом деле, конструктивная модель поведения, это не поиски виноватых, а это, значит, это, скорее, личная ответственность. То есть, я ответственен за то, что, например, делаю, за то, что совершаю, вот, и ты ответственен за то, что ты делаешь и то, что ты совершаешь. То есть, ты вправе действовать так, как ты считаешь нужным, я вправе действовать так, как я считаю нужным, вот. Вот эта позиция, она наиболее конструктивна, но вы её, эту позицию, не продугаете, потому что для вас важно искать виноватых, вот. Потому что это вам что-то даёт, то есть, какая-то выгода даёт, вот. Соответственно, выгода, это то же, то, что нужно, значит, в обязательном порядке исследовать, вот. То есть, вы же, это вы заговорили про вину, да, это вы заговорили про, то, что она виновата, соответственно, для вас это имеет значение. И значение это имеет, ну, серьёзное. Дальше. Так, каждый раз прав, если я не брал, приходилось делать первый шаг мне. Понимаете, какая история, вот вы говорите, что девушка строила из себя жертву, да, то есть она, по факту, да, она ответственность, значит, перекладывала на вас, да, за, ну, за то, что делала сама, вот. Если она такая, то есть если это её позиция, то вам, ну, вам просто нужно было её принять, вот. И тогда, в этом случае, если вы, допустим, принимаете её, вы не стали бы говорить о том, что вам приходилось идти, ну, первому на промерезе, вот. Потому что, если вы это делаете, то вы делаете это потому, что хотите, потому что считаете так, ну, правильно, что ли. А если вы говорите, что мне приходилось, вот, значит, значит, вы тоже, по сути, ну, являетесь жертвой в этой истории. Вот. Ну, а жертва, это совершенно понятно, да, что, опять же, перенос ответственности. То есть, ну, если вы не хотели, например, там, идти на примирение, допустим, что и не надо было идти на примирение, а если вы уже, как бы, решили, да, что вот, ну, решили идти на примирение, да, то есть, если вы сделали это, например, что в таком случае, ну, возьмите на себя личный ответ, потому что так получается, что вы видите, вы, вроде бы, на примирение шли, да, вроде бы, вроде бы вы сами делали это, как бы, через силу. Вот. В этом проявляется, по факту, по сути, в этом проявляется ваша, ну, скажем так, не свобода, да, вот, в этом проявляется ваша, ваша уже жертвенность. Если девушка жертва, потому что ей так, а, ей так выгодно, как бы, да, то есть, ей выгодно, а, ну, так, а, себя вести, да, ей выгодно, что она жертва, вот, то вы ведете себя так, потому что вам, может быть, вам не выгодно, а, может быть, вам не выгодно, но вы делаете это, потому что у вас есть свои желания, да, то есть, вы делаете это ради, 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 ну, достижения своих целей каких-то, своих, вот, то есть, например, ради того, чтобы иметь, там, отношения, да, вот, чтобы, ну, быть в отношениях, то есть, тут, как бы, вы, по сути, оба жертвы, и ни то, ни другое не есть хорошо для вас. Так, также в ситуациях, если она была в случае с подругой, я чувствовал себя, чувствовал, как будто меня нет, она пропадала на полдня, ни звонка, ни сообщение, ну, здесь проблема собственной значимости и реализации, то есть, потому что вы не, ну, ничего не значите, как вы чувствуете себя, или чувствуете, что мало значите, вот, мало значимый, вот, соответственно, вот такая проблема. То есть, проблема собственной значимости, бодребность собственной значимости, это нормальное желание, но его нужно реализовывать опять же самостоятельно. Самое важное, важное, самое очень важное то, что была в моей стране ревность, так она всегда от меня сказала, что с кем-то общается, общается с другими парнями. Ревность это неуверенность в себе, страх одиночества, отсутствие собственной значимости, соответственно, некая болезненная выгода от древности. Следующая, не помню еще какая буква, и негативный опыт, принесенный из семьи. Древность это такой конгломерат неких негативных ощущений. В основе Капарова все-таки кроется именно неуверенность в себе, то есть непринятие в себе. Во-первых, мне могут изменить, это первое. Второе, если не изменят, я плохой, то есть со мной что-то не так. И третье, я не могу быть один. Вот. Дальше. В одной ситуации, когда я ее просил не открывать ничего, и она делала это в открытом, моя ревность к тому парню прошла. Ну, вы же понимаете, да, что по сути вам просто предъявили доказательства. Вот это, по сути, пошли навстречу вашей ревности. Вот. Ну, то есть так быть не должно. То есть у девочки может быть своя личная жизнь, и она может быть закрыта. То есть это ее право. Знаете? Вот. Суть в том, что она всегда без сил говорила, мол, я ей не доверяю, и из-за этого бывали ссоры. Это правда. Это правда. Вы ей не доверяете. Но вы не доверяете ей, потому что сами себя не принимаете до конца. Она прошла уже полгода после расставания, все это время мы с ней общаемся, и она знает о том, что я хочу с ней помириться. Она напротив того, чтобы быть вместе, но не против общения. Ну, почему она против того, чтобы быть вместе, я сказал. В общении я всегда у нее спрашиваю, где и с кем она гуляет, и все такое. А для чего? Какое вы имеете право вас спрашивать, где она и с кем гуляет? Вы уже не вместе. Она снова бесится. Почему я всегда ее допрашиваю? У меня такое чувство, что у нее уже есть парень. Она так все открывает, хотя она мне говорит, что его нет. А вас не настораживает, что девочка бесится от того, чтобы ее допрашивать? Вас не настораживает, что вы доставляете ей дискомфорт, что вы создаете у нее негативный образ ваш? Сама девочка скрытая и от мамы даже много открывает, а парня тем более, потому что знает, что с ее мамой я почти каждый день общаюсь по телефону. А зачем? Зачем? Для чего? Какое отношение вообще мама имеет к этому сумму? То есть вы же встречаетесь с девочкой, а не с мамой? Ого. Зачем? Это что за детская позиция такая? Знаете ли вы, что это обесценивает фраз в глазах девочки, что вы общаетесь с ее мамой? Ну, как бы, это называется, знаете как, как же это? Альянс. Игра в альянс. То есть мы с тобой против типа нее. Вот. Это такие игры, да, даже психологическая игра. Буду благодарен, если подсказывать тебе, как вести в такую ситуацию, если я хочу ее вернуть. Первое, перестать допрашивать и давить на нее. Второе, определиться со своими собственными желаниями и потребностями и начать их реализовывать самостоятельно. где нет в качестве, в качестве обязательного пункта девочки. В-третьих, раскрыть ваши личные конфликты и снять их. Внутренние противоречия. То есть разобраться с вашими чувствами. Вот. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, вам пока. До свидания.